Здравствуйте, ребятки! С вами Кодер. Сегодня, наконец-то, я пишу видео-урок «Как сделать автоассемблер на C++» в нашем экзетренере. И заодно мы пофиксим, наконец-то, этот баг с неверным определением, запущена игра или нет. Ну что ж, приступим к делу и запустим в студию. И, соответственно, откроем наш проект. Итак, в чём же была проблема? А проблема была, ну, это просто не объяснить. Сейчас я вам покажу далее. Если мы не указываем размер процесса как размер структуры, то просто процесс 32 first валится, то есть возвращает на 0. И наш тренер, соответственно, получает ответ от этой функции, то, что игра не запущена, и в связи с этим он им выдаёт чушь. Чтобы это пофиксить, мы делаем просто. Пишем процесс, dbSize равно size of и структура. Вот и всё. И теперь всё будет отлично работать. Потом, пофиксим, наконец-то, ещё один маленький баг. Здесь мы выделяем память в этой функции. Ну, и как-то некрасиво то, что allocatedmemory хранится не как поле класса, а как локальная переменная. Поэтому мы вот так вот делаем. Берём, убираем, пишем double word, то есть 4 байта. Ужас. Вот так вот. И заодно, заодно обнуляем эту штуку, чтобы в неё не попал системный мусор. То есть вот, где-то наше, а вот эти, не говоря, вот, равно нулю. Всё отлично. Итак, маленькие изменения. Я, не тоже спидход пурсют, адаптируя тренер, то есть его процесс nfs11.exe и, и, и убрал лишний закомментированный код. Ну, вот эта вот хрена лишняя тоже. Оп, чтоб не мешалось. Лишние перемены. Чтоб вас потом не запутать. Ну, вот и всё. Всё отлично. Так, теперь давайте протестируем. Вот мы включаем наш тренер. Игра, типа, не запущенная. Да? Запущен. Нет, не запущен. Оп. D, D3D, D3D window. Сворачиваем его. Тыкаем nfs11. Оп, геймс ранен. Появился, да? Теперь в таск и менеджер заходим. Приложение объясняет задачу. Оп. Геймс из интраник. Всё отлично определяется. Так, что мы теперь делаем дальше? Хм, кстати говоря, ещё и месседжбокс добавим. Потому что кнопка нажата у нас. Что мы теперь будем делать? Теперь я вам объясню вообще принципы, суть нашего автоассемблера. Его главный принцип такой же, как и мы делали автоассемблер в DL, но только. Мы сами выделяем память в процессе и записываем туда свои байты. То есть наш автоассемблер будет работать так же, как и CE. И соответственно, скрипты под него из CE будет подогнать крайне легко. Но следующий урок как раз и будет просто, как подгонять скрипты из CE под наш автоассемблер. Собственно говоря, давайте зайдём в класс наш и добавим к его методам автоассемблер. Это будет void автоассемблер автоассемблер вот у нас есть такой метод чудесный. Потом мы должны создать такой метод ещё, который будет определять размер нашей функции. то есть, чтобы мы знали, что писать. Не будем же мы писать лишние байты, правильно? Как известно, ребятки, точнее, как вы помните, мы функции под автоассемблер пишем типа void. То есть, void не возвращает ничего, по сути. То бишь, ох, боже мой, то бишь, просто идёт код этой функции, а потом просто оператор red, то есть, return обычный. даже если вы его не пишете, компилятор поставит его, ну, однозначно поставит его, такого не может быть, шипун не поставил. Потому что, если мы не поставим оператора red, то, получается, наша функция превратится в огромную вору кода, и программа просто упадёт из-за ошибки стека. Итак, пишем мы такую штуку, double word get fun size. то есть, она будет определять размер функции в байтах. И принимать она будет функцию, уже разбитую на байт. Точнее, ссылку на функцию, разбитую на байт. То есть, чтобы мы, так сказать, не передавали... Так как, если мы, короче говоря, будем перед указатель, он будет коверкаться при передаче. Если мы будем передавать ссылку, то всё будет у нас правильно. и сделаем простой цикл. for int равное нулю, допустим, по краям меньше, ну, 256, то есть, 256 байт покажет максимальный размер наших функций. Итак, increment и простенькое условие. Если приведём, на всякий случай, к типу байт, разименовываем пбайт, то есть, вот так вот, func плюс i, то есть, читаем функцию по байтам. Если вот эта вот хренька будет у нас равна байту nolex c3, то есть, nolex c3, c3 просто это число хекса, nolex обозначается, что это хекс. А c3 у нас обход, это ред как раз. То мы делаем вот такую штучку, если равно, то мы просто возвращаем наше i. то есть, это и будет истинный размер функции. Если же мы не встретили этого оператора, то мы вернём 0. То есть, размер функции будет 0, и ничего мы не запишем. Что дальше? Дальше, в методе автоассемблера мы должны будем определить размер функции. То есть, doubleWordSize равно getFuncSize. Ну и обязательно в методе автоассемблер мы опять же получаем указатель на функцию. Определяем размер функции вот так вот, таким вот методом. Теперь, давайте обдумаем, что нам нужно. Нам нужно первое, выделить память, рассчитать прыжок на эту память, из этой памяти рассчитать прыжок назад. Что дальше? Потом нам нужно написать такую штучку, которая могла бы откатывать наши изменения. То есть, вернуть оригинальный байт. То же самое, как в чит-энжел. Передадим в наш автоассемблер еще один параметр адрес, где будем писать прыжок. Потом мы передадим doubleWord от секшен, то есть, куда прыгать мы будем. И на всякий случай длину оригинальный байт, которая по умолчанию будет равна нулю. Итак, что мы делаем? Теперь мы делаем следующее. Чтобы восстановить оригинальные байты, мы будем указывать параметры code section в качестве нуля. То есть, прыгать мы никуда не будем. Делаем вот такую штучку. if code section равна нулю. Тогда происходит такая штука. for int равная нулю. Пока и меньше длины. И плюс-плюс. То есть, увеличим на единичку. И пишем в write memory тип byte. Пишем опять же по-байтово. Указываем адрес, который получили. Даже адрес плюс if мы же пишем по-байтово, а не сразу все. И приводим в тип byte опять же разименованный массив byte func плюс pick опять же приводим в тип byte на всякий случай. Так просто эстетически правильно будет, работать будет и без приведения. И выходим из функции, чтобы она не записала следом уже прыжок снова. Вот так вот. То есть, выходим из функции и все. теперь как вообще рассчитываются прыжки на ассемблер? Очень просто. Попытаюсь вам объяснить это понятно. На ассемблере прыжки осуществляются на так сказать абстрактные адреса. То есть, не абстрактные, а относительные. То бишь, сейчас я напишу формулу, как рассчитывается прыжок на наш код кейф, допустим. И вы сразу все поймете. То есть, мы рассчитаем адрес, на который нам надо прыгать. Пишем код секшен минус адрес минус пять. Пять это длина нашего джампа в байт. Так, что это значит? Давайте я постараюсь вам объяснить на каком-нибудь простом примерчике. Ну, например, на том же непосредственно пирсиуте. Надеюсь, мы там найдем какой-нибудь прыжок. Хотя зачем нам искать прыжок? Укроем штэнжин. Там есть скитрова, естественно. Подключимся к процессу игры. Ну, допустим, вот у нас есть функция. Давайте напишем джамп 004 0000. Вот так. Теперь посмотрите, как вычисляются адреса. То есть, сейчас мы перейдем на этот адрес и посмотрим байт-код. И смотрите, наш прыжок занимает 5 байт. 2, 3, 4, 5. 4 байта представляет наш адрес. Причем адрес записан наоборот, то есть, обратный порядок байт идет. Давайте все-таки посчитаем, как это вообще получилось, как это возможно. Если мы прыгаем на адрес 00400, у нас такого не должно быть. Давайте посчитаем на калькуляторе, в чем же дело. берем этот адрес, откроем notepad, то есть, сушим его. Это наш адрес будем писать. Теперь напишем адрес прыжка. Вот он. И давайте посмотрим, как вообще происходит расчет. Это наш калькулятор. 4 байта хекс. И пишем вот эта вот штучка минус вот эта вот штучка. Что у нас получилось? Мы должны еще обязательно отнять 5. Что у нас получилось? То есть, обратный порядок байт. Смотрите, 7а, 7а, еф, еф, да, да, фе, фе. То есть, вот таким образом рассчитывается наш прыжок. То есть, мы отнимаем от адреса, куда прыгать, адрес, которого прыгали, и цифру 5. За длина нашего прыжка в байтах. Вот так вот все считается. Аналогичным методом считается и прыжок назад. То есть, как вы видели, все просто. Относительно, конечно, не такой уж и просто, но все же. Только вот прыжок назад мы будем считать по-другому. Так как мы отнимаем 5, посчитаем размер нашего прыжка, то в данном случае мы должны будем так делать. От адреса оригинального мы отнимаем код секшен, то есть, куда мы прыгнули, и отнимаем размер функции в байтах. Тогда мы точно выскочим после нашего прыжка. Вот и все. Теперь создаем переменную, которая будет держать себе оригинальный байт. То есть, допустим, если наш автоассемблер будет писать прыжок, а инструкция больше 5 байт, тогда получится просто ужас. Допустим, получится такая вот штучка ужасная. Мы прыгаем, да, а у нас инструкция, допустим, 9 байт. Что мы будем делать? Получается, мы прыгнули, а остальные 4 кода мы их не затронули, и просто все, что ниже по коду будет ужасно испорчено. То есть, мы нарушим байтовый порядок в игре, и она тупо упадет сразу. Вот и все. И теперь самое главное. Как видите, я в проект добавил 3 файла. hd32 оси, hd32h и table32h. Это дизассемблер, который я выложу в теме с видеоуроком. Для чего он нам нужен? Чтобы мы могли определять длину инструкции, на которую будем прыгать. То есть, чтобы у нас не возникло никаких проблем лишних. В будущем, конечно же, автоассемблер будет дорабатываться. То есть, мы подключили hd32h. hd32h. Это наш дизассемблер. Его документацию можете почитать. Я выложу ее также в теме с топиком. Собственно говоря, давайте теперь поговорим подробнее об этом дизассемблере. На мой взгляд, он лучший. Он имеет свою структуру. Это hd32h. hs назовем ее. То есть, в ней будет храниться результат дизассемблирования какой-либо инструкции. Вообще, hd3h это дизассемблер длин. Он-то нам и нужен. Сейчас вы все увидите. Итак, нам нужно получить хендл процессов. Где мы там хендл получаем, ребята? Где-то наш write memory. Read memory. Вот то, что надо. Итак, получаем хендл нашего процесса. Сразу же его закрываем. То есть, close handle. И указываем process handle в качестве него. Вот так вот. Теперь читаем память. Read process memory. Почему мы не используем стандартный read memory? Потому что нам надо прочитать 15 байт сразу. а мы на это не рассчитываем. Пишем read process memory. Указываем handle процесс. process handle. Теперь указываем адрес. Это будет lpc void адрес buffer. Укажем буфер original bytes. передаем ссылку. Это автомат получает ссылку. Потому что это массив. Размер у нас 15 так как максимальная длина ассемблерной инструкции как раз таки 15. Ну и 5 параметр нам не нужен. мы укажем его как 0. Вот и все. Теперь что мы будем делать дальше? Теперь мы должны диссамблировать инструкцию. то есть пишем hd32 this as ссылка на код. То есть ссылка на эти байты. Не ссылка указатель. Мы простенько указываем это original bytes. original bytes. Все супер, да? И структура в которой он запишет результат. Это abs. Отлично. Что мы теперь делаем? Теперь мы должны подготовить байты для записи. То есть прыжок, который мы будем записывать. Мы пишем byte jam равно new byte hs len. Это длина инструкции. Почему вы спросите вот так я сделаю? Все просто. Почему я не 5 байт указал длина прыжка 5 байт? Допустим если опять же инструкция больше 5 байт то мы запишем всего 5 байт тогда и у нас упадет игра. Но мы остальные байты должны будем нопить. Поэтому мы первые 5 байт в jump запишем код нашего прыжка а остальные байты заполним нопами. Чтобы не произошел ни в коем случая сдвиг сдвиг что мы делаем сразу пишем jump 0 равно E9 так как E9 обозначает GMP ключевое то есть E9 это opcode GMP вот так мы указали теперь что мы должны делать также мы должны заполнить структуру нопами то есть делаем такой цикл хитрый не структуру а наш jump пишем цикл for int i равный 0 точнее int i будет равен 5 так как наш прыжок 5 байт пока i меньше hs len i плюс плюс и пишем вот так вот jump i равно 0 x90 то есть это 0 так что мы делаем дальше мы должны также создать байты которые будут возразить то есть в которых будет лежать прыжок для возврата обратно из функции машины поэтому мы делаем вот так вот байт ретен 5 то есть размер нашего прыжка 5 байт также указываем ретен 0 равно 0 xe9 то есть все супер да теперь наступает самое ужасное вы помните то что я вам рассказывал то что в прыжке байты имеют обратный порядок нам надо теперь написать простенький цикл который будет менять порядок байт то есть мы должны gmp адрес по сути наоборот написать то есть ну а переставить байты так сказать наоборот то есть последний байт первый байт третий байт будет вторым байтом и так далее не буду перечислять а то сам себя запутаю проще написать это так компьютер никогда не запутается как говорится так как нам известно double word имеет 4 байта всего точнее размер 4 байта что я несу то есть тогда i равно нулю и пока i меньше 4 и плюс плюс мы делаем и тут наступает наша хитрость мы пишем jump i плюс 1 то есть то индекс нашего байта будет равно jmp адрес оператор вывода 8 умножить на i то есть опять же обратимся к зам информатики 5 класс помню как мне учительница это первый раз рассказывала 1 байт это 8 бит она у нас 4 байта то есть как вы видите будет у нас 8 у 1 точнее до 8 у 1 будет что я несу блин я сумасшедший еще раз объясняю что у нас получится 8 8 0 то есть первые ноль бит мы запишем 8 у 1 8 вторые 8 бит потом 8 у 2 16 и 8 у 3 24 то есть 24 бит как надо все будет у нас то есть получается будет 4 байта то есть по сути мы берем и меняем порядок байт нам надо было начинать если мы хотели иметь оригинальный порядок байт тогда нам надо было 24 делить на i но так как нам нужен обратный мы именно 8 умножаем на i так как в одном байте 8 бит думаю это объяснять вообще не стоило это любой человек должен знать у которого информатика в школе была и так теперь нам надо сделать то же самое с адресом возврата то есть int равно 0 пока i меньше 4 i++ и пишем retem i плюс 1 равно retem адрес 8 умножить на i вот так вот это делается то есть мы получили обратный порядок байт для нашего адреса возврата теперь мы должны заполнить нашу наш код кейт то есть нашу дырку которую мы выделили под инъекцию кода байтами с нашей функции то есть мы делаем так for int и равно size поправочка int 0 еще рано не добрался я до этого то есть играем на 0 и пока i меньше size то есть пока i меньше размера функции и плюс плюс записывать опять же будем байтом то есть write memory byte адрес это будет у нас код section то есть код кейт который мы выделили код section и соответственно что мы пишем напишем мы опять же ту же самую байду то есть приводим к пубайт опять же из эстетики и разыменовываем массив байт то есть пубайт это по сути тот же самый массив байт то же самое что и байт ретон 5 только это мы работаем получается с указателем на массив поэтому мы его и разыменовываем и закроем скобку теперь что мы делаем дальше дальше мы делаем следующую штуку мы должны записать прыжки для прыжок для возврата вот сейчас for int i равно size то есть отпишем сразу после байта от нашей функции пока i меньше size плюс 5 так и размер нашего прыжка опять байт и плюс плюс опять же вызываем write memory только писать мы будем ретон и плюс 1 и у нас будет тут по моему кодсекшен плюс сайз плюс и точнее что я говорю сайз нам не нужен у нас и так и будет и так у нас равно сайт то есть вот так вот то есть мы после нашей функции запишем прыжок назад все супер да теперь что мы должны сделать теперь собственно говоря мы должны записать в адрес который на котором мы производим инъекцию прыжок вход то есть пишем то есть пишем int i равно 0 пока i меньше hslen длины инструкции и плюс плюс тут мы опять же вызываем write memory тут уже адрес плюс и и пишем по байт и вот и все мы написали такую вот простенькую функцию ну не совсем уже простенькие ребята сразу говорю обязательно вдумайтесь я старался вам объяснить но я уверен то что кое-что непонятно то есть обязательно задавайте вопросы и я отвечу в топике ну вот я сычненько мы написали теперь что мы сделаем давайте откроем чит-энжин ну и пару скриптиков подгоним и заинжетим и я вам покажу как организовать многофункциональность у нашего тренера итак откроем чит-энжин открыли откроем табличку вокруг 3 нам не понадобится а вот эта штучка нам понравится кажется видео уроки да 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 писал скрипт как же отменить кудалу на наших поварапов чтобы они были без перезарядки вот он наш чудесный скрипт возьмем вот эту штуку судя говоря вот он наш адрес потом отсюда вот оригинальные байты вот они даже вот так вот чит-энжин нам облегчил задачу теперь перед тем как мы перенесем скрипт я хочу создать структуру в которой будут страницы наши функции тренера структура по сути очень банальная банальнее ее я думаю вы и не видели и простая давайте объявим нашу структуру пишем структу чит ну да чит будет структура у нас да и в ней будет пбайт оригинальный байт то есть оригинальный байт который мы будем восстанавливать double word адрес то есть адрес то есть откуда мы будем прыгать double word code section то есть адрес куда мы будем прыгать адрес откуда code section куда потом double word size размер будет у нас оригинальный байт сколько и bool enabled то есть включена функция или нет и сделаем мы из нее массив структуру то есть щитинг допустим будет три то есть это будет три функции у нас у тренера допустим ну сразу говорю я запихну туда две ну и то это просто будет демонстрация работы то есть ничего полезного ни в себе нести не будет теперь мы должны создать такую функцию которая бы инициализировала заполнение нашей структуры пишем void ну void 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 какое пыль мы придумали ребятки да так и назовем void cheese ну нахуй так и назовем ну теперь что мы делаем теперь мы по сути ребятки должны заполнить нашу структуру давайте заполним ее чем ну у меня на примере тот же no cooldown я думаю собственно говоря перед тем даже как мы заполнили чтобы опять вас не запутать мы создадим переменную бу is init равно false то есть инициализированы наши структуры или нет и немножечко мы теперь похитрим идем в наш таймер где наш таймер вот и наш таймер если игра есть то мы сразу if если не is init то есть если переменные то есть наши структуры не запущены то мы вызываем cheat то есть вызываем заполнение наших структур по новой ну и естественно после этого мы указываем то что из init равно true то есть мы успешно инициализировали всю эту лабуду и соответственно если игра у нас выключена мы указываем из init false то есть чтобы при запуске игры заново инициализировать это дело ну вот и все по сути даже мы вот это уберем а если нет будем ставить на true после вызова чипс чтобы опять же не возникло никаких непредвиденных багов и проблем итак чипс пишем что мы пишем в чипс если не is init тогда мы вызываем такую штучку как me allocate memory allocate memory то есть выделяем память так вы помните из прошлых ситуаций у нас почему то выделяется по 1000 байт но нам этого вполне достаточно для любых для просто огромной тучи скриптов 1000 байт нам просто за глазами вы я уверен то что никогда не заполните ее и устанавливаем если нет true все супер теперь указываем double what size то есть size будет хранить в себе размер всех функций тренера то есть наши функции будут записаны рядом в памяти и чтобы мы не перезаписали их мы должны дать сколько надо делать подступов то есть вот так вот делаем теперь делаем модуль 32 entry модуль равно me yet process size или по-моему yet module info да модуль name никакой и получить информацию о нашем главном процессе игры модуль 32 или модуль 32 да и теперь мы делаем такую штучку кстати говоря я не сучу это нам не понадобится нам бы это понадобилось если мы получали адрес по сигнатурам но я не буду заморачиваться никаких сигнатур не будет но вы конечно можете получить адрес по сигнатурам то есть нам хватит обычного offset double word offset для по сути это никакой не оффсет будет а псевдо оффсет то есть псевдо смещение указываем me alloc memory то есть эта штука будет хранить в себе me allocated memory хранить в себе адрес куда писать наши функции а теперь попросту мы заполним нашу структуру пишем чейкинг 0 допустим первое что у нас будет это код секшен да то есть куда мы будем прыгать offset потом чейкинг 0 что мы дальше запишем адрес 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 тура скициена мы его правильно не указал но мы его можем попросту рассчитать у нас это база 0400 у нетфорспида нашего hex 4 байта 0 0 ок 400 блин на сколько там нулей по моему еще пять нулей раз два раз два три плюс вот вот это вот это адрес копируем и пишем 0 вот такой вот адрес ну и добавим что ли разу три три нуля правильно 8 байт 8 байт даже один 0 лишний по моему да теперь наш адрес состоит из восьми байт поправка из восьми символов а не из восьми байт и то не символов а цифра считая с пятью читинах 0 ориджинал байт теперь сразу приводим в копию байт и здесь мы напишем наш оригинальный байт инструкции и возьмем их отсюда чтобы не включать лишний раз процесс игры и не тыкать копии байт c вот это не наш оригинальный байт что мы делаем обозначаем то что это числа hex черт вот так вот 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 То есть все супер. Вот мы записали оригинальный байт. Опять нам дурацкие привычки ноли подставлять. Итак, и сколько это у нас байт получается? Разу 3-4, еще 5, это 9. Читинг 0. Сайт будет равен 9. И теперь мы должны получить размер нашей функции, которую мы будем записывать. Для начала мы объявим ее. Функция у нас будет записана в таком виде. Упоит. Такой оператора. Где кауспец. И укажем naked. То есть, что мы обозначили? Чтобы компилятор свои или инородные байты нашу функцию не записал. То есть наша функция будет голая. И в ней будет содержаться только то, что мы укажем. Опс. Опять же, как мы указали голую функцию, то в ней оператора red не будет уже. Поэтому мы должны будем его дописать сами. Сразу пишем asm, то есть вход на ассемблере, да? Вот черт нафиг я свернул. Скопируем вот эту вот штучку. Просто скопировать и закрыть нам уже не понадобится. И подгоняем скрипт. Указано то, что все числа hex обязательны. Ибо компилятор не поймет. И float 1 так никак. Единичка, насколько вам известно, это 3f8 и 5 ноликов. Во-флот, то есть 0x3f8 и 4 ноликов, 5 ноликов. 1, 2, 1, 2. Все просто супер. И указываем red. То есть вот она наша функция. Что мы делаем дальше? Теперь мы должны, как я вам говорил, получить размер нашей функции. То есть пишем bbyte, bbyte, преобразуем нашу функцию в массив bbyte. Обязательно даем ссылку. Я называю nobs чисто потому, что название не мникает. Ну давайте не будем уже кощунствовать. insert уберем и напишем no cooldown, то есть без перезарядки. Вот так вот. Теперь что мы делаем? Мы увеличиваем size, который у нас ставим нулю. Вот size это по-настоящему смещение. Мы пишем me, me funksize и указываем bias. И все. Естественно, пишем плюс 5, потому что мы еще допишем 5 байт прыжка. Вот и все, структура заполнена. Что мы делаем дальше? Это то же самое копируем. Я вам потом покажу, что мы будем запихивать сюда. То есть вот так вот. Код секшен уже будет равен не просто offset, а еще offset плюс size. Мы после этого увеличивать size будем снова. Так, создадим вторую функцию, которая нам нужна, да? Скопируем это. И, и, и. Вот тут уже напишем no cooldown, допустим. Пока что оставим только red. Так нам будет взянуть команду. Давайте включим run. fs11, да? Оставить таблицу. Отданим все бегом. Идем по адресу. Ну и давайте инъекцию на эту инструкцию делать, которая совсем рядом. Я просто copy bias. И все, свернув все. Итак, что мы делаем теперь? У нас появились байты оригинальные, да? Копируем попросту и вставим сюда. CE или петличную штуку вставить, даже если мы копируем только байты, да? Это будет наш оригинальный байт. Вот так вот указываем мы. То есть вот они, наши оригинальные байт-инструкции. И скопируем адрес. Опять же, я это делаю без сигнатуры, так как мне просто лень. Я вам хочу поскорее показать это. Вот и наш адрес второй функции. И тут мы указываем nobs. А что мы запишем, да? Знаете, я опять же ленивый, просто перезапишем эту инструкцию. Опять же, подавляем на компилятор. Ну, вот и все. То есть расчеты у нас все правильные. Структуры инициализируются отлично. Размер. Размер оригинальных байтов. Раз, два, три, четыре. Быстрее, семь, да? Вот, семь оригинальных байт. Теперь. Давайте уберем эту кнопку. На кнопку ничего не будем ставить. И сделаем наш тренер на хутке. 0,9 обозначает нажат, если так. Ну, вот теперь тут мы вступим в игру. Делаем такой простенький каркас. If, нет. Читинг. Единичка, пускай будет на табле у нас первый чит. То есть, если чит выключен, да? То. То делаем мы вот такую манипуляцию. Стервариалс также запрограммируем. Итак, если он выключен, то мы делаем pbyte.bytes равно Приводим к pbyte функцию nobs И вызываем метод автоассемблера Указываем адрес. Это читинг один адрес Функция это байты То есть, мы уже передаем ссылку Так как мы преобразовали Теперь мы передаем кодсекшен Это читинг Один Кодсекшен Ну, а четвертый параметр Мы попросту игнорируем И не указываем И обязательно Читинг Один Энэйблит Равно Ту То есть, включили опция Теперь давайте запрограммируем обратное К байтам нам ничего преобразовывать не надо Нужно просто указывать Close И в качестве кодсекшен Как вы помните, мы указываем ноль То есть, если мы передаем В качестве кодсекшен ноль То мы записываем оригинальные байты И тупо вопрограммируем инструкции Назад Здесь мы не указываем байты А просто указываем Читинг Один Оригинал байты Теперь давайте сделать чит Чтобы отактивироваться По нажатию пробела Пробел это 20 У нас число Пробел здесь 20 Меняемся на нолики пока что Тут нолик Тут нолик Тут нолик Тут нолик Тут нолик Тут нолик По сути, все должно работать Давайте запустим И проверим Опа, ошибочки посыпались Он не знает, что такое байты, да? И что у нас тут? Это только предупреждение Возможно потеря данных Множественное переопределение Ошибка Мы сделаем вот так Все супер Смотрим Тыкаем там Записался прыжок Давайте назад вернемся Смотрим точно куда мы прыгаем Просто Ух ты Как видите, записали мы неверно Что-то, да? Давайте посмотрим В основном это он оригинальный байп или нет Нажимаем на таб И ничего Не происходит А на спейс нажали Тоже ничего не происходит Где-то у нас получается Маленькая закадычка Давайте внимательно все изучим Я думаю Проблема лежит в нашей активации И деактивации Вот мы активировали И восстановили По идее все должно быть правильно Но нет Мы здесь забыли указать Здесь nobs как раз таки А вот здесь nocoldown Наш метод стоит То есть мы все запихиваем метод nocoldown Давайте проверим У нас поезд для начала Блин Дурацкая игра Перейдем Ну и ничего мы записанного Хорошего не видим, да? Давайте исправлять ситуацию И смотреть в чем же наше дело Что-то мы не дописали И это очень плохо сказывается На нашей работе, так сказать Давайте проверим В начале заполнения структуры По сути здесь у нас все правильно Ошибки здесь быть как бы и не может Но в чем-то ведь она есть И вот в чем она заключается Нам предстоит проверить Давайте-ка просмотрим Метод автоассемблера У нас получился очень довольно-таки крупный Возможно здесь мы допустили ошибку Именно смотрим, где мы записываем Запись наша Давайте внимательно рассмотрим Может что-нибудь и увидим Все понятно Код секшен плюс и Байк Теким спейс Изменилась наш прыжок Пожалуйста Но так как мы тут нарушили порядок бай Для точности Мы закроем Игру И откроем ее снова Бэк Открываем нашу игру Вот наши инструкции Нажмем на таб Вон наш прыжок появился Все супер, да? Раз записалась какая-то лабуда Опять просмотрим Нажали на спейс Прошли Ну какая Вот видите фигня у нас выходит И затирается оригинальная инструкция Потому что мы записываем Не совсем то, что нам нужно Кстати говоря Тут еще надо исправить кое-что Даблворд ПТР Обязательно доказать То, что мы 4 байт Отпишем Даблворд ПТР Опять же Давайте посмотрим Что мы делаем не так Обращаем внимание На запись байт Вот она Наша запись байт Надо все Внимательно разрядить Получается ACA равно 0 Пока я не Меньшен сайз Вот секшен плюс И мы записываем Так Так Все правильно Все правильно В сайз мы тоже по идее Определяем правильно Надеюсь то, что Определяем правильно Очень надеюсь Если честно Надо подумать опять Почему мы записываем Вабуду Возможно дело Когда мы записываем Возврат Да, да, да Прыжок назад Мы неправильно писали Нам нужно записывать И минус сайз И вот сейчас Может быть Снова Нам не повезет А может и повезет О, мой мозг Назад Space Изменился англес Отлично И вот он прыжок назад То есть мы выпрыгнули Сразу после нашего прыжка Что касается этого прыжка Tab Вот видите Наши функции записались Совсем рядышком Все отлично записывать Теперь где мы выпрыгиваем Оп Сразу после прыжка Отключаем Да А отключение почему-то у нас Не работает Тыкаем, тыкаем На клавище А они не выключаются SpaceTap SpaceTap Говорят мне то, что Ну нельзя Вот нельзя выключить щиты Если ты их активировал Значит все Нельзя тело выключить Это дело Давайте посмотрим Опять Возможно дело В нашем коде Для активации Ну по сути Читина холлера На пол По идее Все должно быть просто супер Но Все понятно Ребята Мы не записываем Просто оригинальные байты Ох Моя голова Мы должны указать их размер Читинг Читинг Один Сайз И Читинг Ноль Сайз Не зря Четвертый параметр Добавляй Он запустилось Space 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 Tap 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 То есть все супер Все вернулось Первоначально Tap Space Tap Space Space Tap Space Tap Все супер Пошли проверим Вот видишь все Так как мы запрограммировали Ребятки На этом наш видео урок кончается Большое спасибо за внимание И просмотр ролика Ставьте лайки Комментируйте Подписывайтесь Ну и соответственно Всем удачи в геймхакинге Пока